Торжественную программу ко Дню Победы готовят и в Краснодарском госпитале для ветеранов-воин. Ежегодно здесь проходит лечение около 13 тысяч пациентов со всего края. Заслуженных людей, которые отметят 9 мая в больничной палате, сегодня поздравили руководители города. Гости пришли не с пустыми руками, больницы подарили телевизор. Проведала ветеранов и Наталья Ястребова. Ее блузку сегодня украшают медали о жизни 8 внуков и 10 правнуков. Елена Павловна Попова показывает самый ценный снимок. Вот она, 22-летняя регулировщица, указывает дорогу домой советским частям. Фронтовые дороги довели аж до Берлина. Там и встретила победу в войну. Отчаянная девчонка из Архангельской области водила полуторку, возила мужской экипаж. И знаешь, что называли? Пушка-вертушка. И значит, вот как только самолет летит, значит, все машины, которые стреляют, все стреляют в самолет, стреляют. Если самолет упал, значит, дальше опять едем. Дальше, дальше. Может, много самолетов летали. За 90 лет в биографии боевой бабушки были рыбозаготовки в лесных угодьях, и сенокосы, и швейный цех, и самодеятельный хор. Вот уже 30 лет Елена Павловна живет в Краснодаре. В последние годы регулярно проходит лечение в госпитале. Сейчас здесь поправляют здоровье еще 600 ветеранов. Многие тут встретят и День Победы. Первым делом Владимир Явланов и Вера Галушко направляются в больничные палаты. Пациенты принимают поздравления и вспоминают детали своего геройского прошлого. Бывший танкист Петр Бокий в войну уничтожил не один вражеский бронетранспортер. Горел в машине и, как память на всю жизнь, получил осколок брони в легких. Таких историй здесь хватило бы на целую книгу. Глава интересуется настроением ветеранов и желает самое ценное – здоровья. Я вижу, настроение у вас нормальное. Да. Праздничное. В крае было все прекрасно. Ну вот, видите, и стихи даже для этого можно прочитать, да? Да. Я желаю вам всего самого доброго, быстрейшего выздоровления, вставать в строй и продолжать дальше жить, трудиться и вести большую общественную работу. Потому что я знаю, что вы все занимаетесь воспитанием подрастающего поколения. В женских палатах пациенты тоже обещают пойти на поправку и благодарят за внимание. Тело лечат процедуры, а душу – общение. В госпитале, говорят, насыщенная культурная программа, кинопоказы, концерты и творческие вечера. В актовом зале и сегодня было многолюдно. Здесь прозвучали слова благодарности тем, кто точно знает, какой ценой досталась мирная жизнь. Многие из вас на заслуженном отдыхе. Но мы всегда вас видим в строю, рядом с нами. Во всех общественных мероприятиях вы принимаете участие. А самое главное – вы тот живой пример, как надо жить честно, добросовестно, каким надо быть патриотом для нашей молодежи. Они смотрят на вас, они слушают вас и берут с вас пример. Я еще раз хочу вам сказать огромное спасибо за вашу жизнь, за все добрые дела, которые вы сделали, за героическую победу, добра, здоровья. Здоровья и еще раз здоровья вам всем. С праздником вас, дорогие друзья. Концерт для ветеранов подготовили артисты Прикубанского округа. Песни о самом главном, о родине и о любви растрогали зрителей и собрали самые щедрые аплодисменты. Наталья Ястребова, Роман Недельский, Юрий Клочинов, телекомпания Краснодар.